Всем привет, это устройство для чтения электронных книг, называется Nonix Books Faust, это новиночка, здесь у нас можно посмотреть на характеристики, остановите на паузу, посмотрите, почитайте, если вам это необходимо, ну есть некоторые там маркетинговые истории, которые чуть более любопытные, если, ну сейчас мы про них поговорим, ладно, даже не буду перечислять, потому что не имеет смысла, лучше сразу вам о всем этом рассказать. Так, что у нас в комплекте? У нас есть, естественно, зарядочка, microUSB, здесь у нас руководство пользователя, а также внизу есть не что иное, как гарантийный талон. Ребята из Nonix Books, я думаю, уже пора переходить на USB-C, конец 2019 года, не подумайте, что я там ругаюсь, хейчу и так далее, нет, просто это действительно необходимо для того, чтобы устройство немножко уже оценивалось как более современное, потому что microUSB даже в супер дешевых смартфонах встречается все реже и реже. Отложим коробочку в сторону, посмотрим на сам ридер, здесь у нас кожаная обложка, очень приятная, прям вот как надо, внутри у нас все мягенько, естественно, все это дело снимается, заметили, да, она Magic, то есть с магнитиком, и, соответственно, когда вы будете закрывать обложечку, книжка будет уходить в сон, это очень удобно. Ну и, естественно, что, вот здесь вот у нас очень положительный soft-touch пластик, так как мы с вами привыкли видеть, да, зря убираю, разъем, соответственно, для слот, можно так сказать, для карточек памяти microSD, конечно же, microUSB порт для наушников, кнопочка назад, кнопочка перелистывания страниц физически, они здесь есть, и никто их никак не убирал. Сверху у нас находится кнопка включения, вот здесь вот, ну, в целом она еще и ребристая, так что даже в темноте в полной можно спокойно нащупать, хотя это абсолютно не актуально, здесь есть подсветка, которая называется Moonlight, и она может быть как полностью теплой, так полностью холодной и чем-то средним посередине, например, вот я сейчас сделал ее полностью теплой, видите, экранчик немножко пожелтел, на самом деле у меня он пожелтел сильнее, чем вы сейчас видите это на экране, давайте здесь бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-б Бум-бум-бум-бум, полностью, да? Вот теперь она у нас полностью холодная. Сейчас я убираю, выключаю подсветку. Есть три пресета, настраиваем, пользуемся, наслаждаемся. То есть это достаточно удобно. В плане, давайте сразу настроек. Что у нас здесь можно настроить? Дата, ну, понятно, управление питанием, работать с памятью, личные данные, настройки. Нажимаем. И настройки кнопок. Ну, я думаю, здесь все более-менее понятно. Здесь у нас в основе Android 4.4. Считайте это платформой, потому что считайте это за Android в современных реалиях, когда вышел десятый. Я, к сожалению, не могу при всем желании, но как факт остается фактом, да? То есть можно, можно, но в целом вот здесь вот все это настраивается, пожалуйста, можно под разные истории. Есть кнопочка приложения, здесь настройки приложения аккаунта. Естественно, есть возможность подключить беспроводную сеть. Мы говорим сейчас именно о Wi-Fi, обновлении системы у нас, включая по воздуху. Опять, не знаю, насколько это актуально для подобного типа устройств. В целом, работает и уже хорошо. Есть диспетчер файлов, приложение. Приложение у нас здесь, калькулятор, словарь. Кстати говоря, очень удобно. Часы e-mail, reader. Мы сейчас посмотрим на него. Естественно, браузер. Браузер у нас здесь, например, может открыть какие-то там Google, Яндекс и все остальное. Посмотреть новости, полистать. Иной раз бывает полезным что-то найти в интернете и так далее. Опять, расценивать его как супер-мега-серьезную историю не стоит, но это действительно присутствует. И вы можете спокойно использовать диспетчер файлов, если вы хотите поюзать именно какие-то там, не знаю, фоточки и так далее. Запустим какую-нибудь книгу. Давайте вот то, что я уже там находил. Именно книгу, так, чтобы у нас был текст, а не стихи. По поводу вообще, на самом деле, характеристик. 8 гигабайт встроенной памяти, microSD карточками. Все это дело расширяется, пожалуйста, без каких бы то ни было проблем. Присутствует технология с использованием словарей. Вы можете, например, да, словарь вот здесь вот все добавить, так как нам нужно добавить статуи и все в этом духе. Выделяете хоть весь текст, выделяете абсолютно. Есть настроечки. Сейчас мы их нажмем. Вот здесь. И можно шрифты настраивать. То, как вам нужно больше, меньше, соответственно, выбрать сам шрифт и так далее, и так далее, и так далее. Все это понятно. Ну и вот, как я уже сказал, Show Fill, например, применяется технология. Это у нас, да, и Инк, стандартно, и Инката, которому за, наверное, последние годы привыкли. Здесь 600 на 800 разрешение, 16 оттенков серого, 6 дюймов, соответственно, диагональ. Но главное, что вот это Moonlight плюс подсветочка. Да, это как плюсик одна из технологий. И вот Show Fill, это вторая технология, которая у нас, соответственно, уменьшает количество артефактов на Инк экране при неполном перерисовании. Потому что сейчас у нас неполное перерисование. Идет перерисование только текста, а не всей страницы. И экранчик у вас живет дольше, и батарейка у вас сохраняется. И в целом получаете более качественное изображение. Хотя, честно говоря, и до этого особо претензий у меня к данному формату не было. И вы знаете, что я много-много-много, очень много Onyx Books'а смотрел за все эти годы. Внутри, кстати говоря, четырехъядерный процессор, 1,2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти. Ну, про 8 ГБ встроенный я уже вам сказал. Получается, что благодаря Android и O-Reader здесь поддерживается все, что только может быть, и TXT, и HTML, и там всякие, и доки, и пабы, и дежавю, и все, что вы хотите, да? Абсолютно. Вплоть до фотографий, ну, понятное дело. Ну, и, конечно же, там всякие, не знаю, там Wi-Fi и все остальное, если вам это необходимо. Батарейка 3000 мАч. По моим ощущениям, живет что-то в районе месяца при более-менее активной эксплуатации. Более-менее, то есть не суперактивной, не читаешь 2.4 на 7, но в целом достаточно, чтобы вот все это дело работало. Заметили, да, он отключил Wi-Fi, потому что бы экономить энергию. Вы сейчас не пользуетесь, зачем, типа, ее использовать. В целом, очень хорошо, действительно хорошо. Ну, то есть вы можете получить максимум в плане взаимодействия. Например, мне вот такой шрифт, это слишком, как говорится, too much, и я могу его уменьшить. Вот мне было бы, например, очень комфортно читать с вот таким шрифтом. Соответственно, мне было бы вот максимально удобно где-то вот на таком уровне, и глаза у меня не напрягаются, и текста достаточно много помещается. И в целом, наверное, это все, что стоит знать об этом ридере. Здесь есть Wi-Fi, здесь есть все технологии, которые вы хотите. Это действительно ридер, это действительно очень удобное устройство. Да, вы получаете максимум в плане производительности емкую батарейку и качественный экран. Причем с вот Moonlight подсветкой, которая может быть в нескольких тонах настраиваться. Это тоже важно. Маленькое компактное устройство, способное действительно подарить вам много-много приятных часов за чтением книг. На этом, пожалуй, все. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал, конечно же, внизу есть красная кнопочка, сделайте ее серой, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов, шарим данное видео у себя в социальных сетях. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что смотрите. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok